Разрешение на строительство на этом участке 29-этажного жилого дома с парковкой выдано, судя по бумагам, вполне легально. С виду обычный кусок земли, как и любой другой в Приморской столице. Однако ученые из Академгородка при Дальневосточном отделении Академии наук находят эту строительную историю весьма спорной и полной белых пятен. Обсудили проблему в эфире Радио Лема журналист Андрей Калачинский и приглашенные в студию ученые, участники прошедших недавно протестных акций. Вы, наверное, слышали, что в последние 2-3 недели ученые даже пытались пикетировать возможные стройки двух или трех домов на их, как они считают, территории. Нетрудно догадаться, что земля находится, или по крайней мере долгие годы находилась в ведении ДВУРАН. Однако, как утверждают все те же ученые, путем нехитрых юридических манипуляций застройщик сумел таки выбить себе лакомый кусочек. И не где-нибудь, а прямо под окнами биолога почвенного института. Этот процесс начался еще года 3 или 4 назад, когда у нас внезапно на этом лесе появились ленточки, уже тогда. В лесу появились ленточки? Да. Кто-то огородил территорию? Нет, ленточки нужны для того, чтобы потом вырубать, получить порубочный талон, то есть метить те деревья, которые были. Затем, для того, чтобы не платить за деревья редкие, внесенные в Красную книгу, провелась чистка. Чистка тоже провелась нелегально, и деревья были выбросаны во враг. Действительно, на территории Академгородка произрастали редкие породы деревьев, защищенные Красной книгой. Они, к тому же, являлись своеобразным предметом гордости для работников дальневосточной науки. Сегодня, уверены гости в студии, бизнес уничтожает бесценные природные богатства ради краткосрочной выгоды. И ученые вынуждены выходить на пикеты, чтобы отстоять кусок земли своего Академгородка. Та земля, на которой они считали, что это Академгородок, вдруг неожиданно начали пилить, рубить деревья, и зашла вообще строительная техника. В прошлом дальневосточное отделение РАН уже пыталось добиться ареста этого участка земли. Через пятый арбитражный апелляционный суд. Восьмой канал продолжит следить за прениями между наукой и бизнесом, где пока победу, по крайней мере на нынешнем этапе, одерживает более платежеспособный. Евгений Черемухин, Новости на восьмом.